Ребят, всем привет! Судно у нас в авторе Hyundai Accent 2007 года. Машина нашей Тагазовской сборки. Это автомобиль B-plus класса. Ну, вообще, я первый раз тестирую такие автомобили. Так, что по машине нужно сказать. Тагазовская наша сборка выпускалась с 2001 по 2011 год целые 10 лет. То есть машину штамповали у нас в одном и том же кузове. Сейчас уже Тагазовский завод обанкротился, там ничего не выпускают. Ну, они сейчас там пытаются восстановить, там что-то, не знаю, наладить производство китайцев. Ну, непонятно, что мы из этого увидим. Вообще, вот у нас машина 2007 года, конец 2007 года. Комплектация МТ-2, то есть там есть теплоподъемники. Но уже потом, когда сядем в салон, все покажу. Вообще, они все 2007-2008 года машины. Потому что именно в эти года завод как бы работал на полную мощность. В 5 смент там ебашили. И вот у нас, собственно, такая тачка. Так, машина вообще с завода комплектовала с 13-ми тисками. У нас на автомобиле установлены 14, уже нестандартные. И механические, и автоматические коробки у нас на обзоре именно с механикой. Ну, на внешности особо заострять внимание я не буду, потому что это очень популярный автомобиль. Каждый день вы можете его увидеть на улице своего города. Ну, и, конечно, если живете не в Москве. В Москве, наверное, уже увидеть такую машину, это редкость было. Там сейчас в основном такие все дорогие иномарки. Ну, вот если вы там живете в провинции где-то, там, каждый день вы можете увидеть машину. Она как бы неприметная такая особо. Ничем таким не выделяется обычный дизайн. Действительно, машина как бы была популярна в свое время. Почему вы? Почему ее покупали? Ну, потому что она действительно стоила чуть-чуть дороже вазиков. И по качеству она как бы чуть-чуть лучше, наверное. Вот у кого денег там было чуть подороже вазов, то есть покупали вот эту как бы такую вот иномарку нашей сборки. Ну, давайте уже сейчас я открою капот, сейчас перейдем к двигателю. Капот тяжелый, кстати, очень тяжелый капот. Но, кстати, из кузовных деталей, тут, наверное, только капот тяжелый, остальные как бы крылья тут из такого очень мягкого металла. Так, машина весит тонну 100. Так, давайте в движку сейчас. Так, ребят, подвигатель. Вообще, самое популярное здесь устанавливается, который движок, это 1,5. 16-клапан и 102 лошадиных силы. Кстати, вот за эти 2 лошадиные силы вам придется переплачивать и страховку, и налог. То есть уже после 100 другой налог идет. Ну, страховка-то хуй с ней вы купите, да, там бланк его сделаете, но налог придется переплатить. Так, в принципе, эти движки надежные, там особо проблем никаких не вызывают. Здесь структура поршневой заключается в том, что 1,5 почему объем? То есть диаметр поршня маленький, ход поршня большой. Поэтому, как бы, основная тяга у этого мотора где-то в диапазоне от 1000 до 3. То есть, ну, хорошо двигатель действительно крутится. После 3000 вообще смысла нету, блядь, его крутить. Ну, и в принципе, нафига это по городу. Для городского режима он подходит, этот двигатель нормальный, я вот, то есть, съездил без проблем. Ну, куда вы собрались его крутить, блядь? Стритрейсеры, что ли, там куда-то гонять? Вот обычный автомобиль для городской эксплуатации без проблем. Так, ремень. В системе газораспределения здесь установлен ремень, то есть, не цепь. Меняется каждые 60 тысяч. В принципе, с заменой весь комплект ремень, то есть, ремень генератора, ремень Гура. Плюс все ролики стоят 4 тысячи, плюс замена 2 тысячи. То есть, 6 тысячи, вся замена вам войдет. В принципе, это недорого. Кстати, на ремне, как и на других вот таких вот этих вот частях, как высоковольтные провода, да, лучше не экономить, покупать, то есть, оригинал. Потому что в самый настоящий момент они могут вам начать делать мозги, то есть. Тем более, на ремень ГРМ тоже не надо экономить, то есть, брать, то есть, оригинальный. Тем более, запчасти на этот автомобиль стоят очень дешево, даже оригинал. То есть, ну, полно как бы не оригинала, но лучше взять оригинал, потому что там разница небольшая. Но вот эти сэкономить в копейки, там, может, где-то встряхнут. Да, в принципе, компоновка здесь такая же, как я и говорил, как на строении. Но здесь забор воздуха с этой стороны, да, отдача здесь, то есть, высоковольтные газы. Но здесь, в принципе, подобраться к всему очень просто, без полного места. Потому что за счет того, что здесь вот торпеда, она небольшой, ну, небольшой длиной получается. Здесь все легко меняется, то есть, к всему легко подобраться. По недостаткам этого движка, он, как бы, многие жалуются, что стучат гидроконфициаторы в холодную погоду. То есть, на непрогретый двигатель. Но это, в принципе, такая милость, то есть, человек, это все фига. Вообще, эти движки, я читал в форум, они ходят, у некоторых даже были случаи по 500 тысяч без ремонта. То есть, вообще, этот движок, как бы, я читал информацию, как бы, скопирован с какого-то митсубисевского движка. То есть, с какого-то японца. Но, вот, по поводу сборки, я не знаю, где он собирался, то есть, либо в Корее, то ли у нас. Кто знает, напишите в комментариях. Так, о недоставках. На некоторые партии этих машин устанавливают генераторы китайские. В каком-то, в восьмом, по-моему, году. Ну, вот, если у вас такой генератор почти не чинится, то есть, там, нельзя к нему какие-то дополнительные, ну, купить расходники. Там тоже щетки, те же самые релешки, проще вам будет поменять. Ну, какая-то там разница, все равно, он, как бы, генератор, он недорогой, там, около 5 тысяч стоит. Все ремонтопригодно, то есть, надежный двигатель, где с кораблем все ходит. Датчик установлен, ну, как на всех, в принципе, наверное, корейцев здесь установлен, да, то есть, датчик абсолютного давления, в отличие от МРВ. Масло тоже тут надо, как бы, ну, нормальное литие, но она регулируется гидрокомпенсатором, то есть, на масле тоже лучше никому. Вообще, вот этот двигатель, я думаю, что хорошо подойдет для газа, потому что гидрокомпенсатором, то есть, нормально все будет на газу. Если у кого-то был опыт эксплуатации вот этого движка на газу, напишите в комментариях, тоже будет интересно. Вообще, да. Ну, давайте уже по ходовке расскажу. Так, по подвесочке давайте расскажу. Ну, спереди здесь обычный, то есть, макферсон, пружины, там, подрабник, то есть, везде, как и везде. Летят также стойки стабилизатора, ступичный подшипник, ступичные подшипники стоят недорого. По 500 рублей они там меняются, то есть, отдельные ступицы там запрессовываются без проблем. По рычагам тоже шаровые можно заменить отдельно, но если вы соберетесь их менять, то есть, там, если надо будет менять сайлентблок, шаровую, как бы, проще поменять сам рычаг в сборе, потому что он стоит 1500, то есть, тоже без проблем все меняется. По задней подвеске здесь, как бы, структура тоже для этого, для автомобиля этого класса так необычная. Тут стоит полноценная много рычажка, что дает, конечно же, плавность хода. Вообще, подвеска у этого автомобиля очень плавная, то есть, управляемость, как бы, кренит ее в поворотах, то есть, да, ну, по трассе, как бы, идет мягкая, очень такая подвеска очень мягкая для автомобиля именно от этого класса. Ну, любая, то у него здесь ничего, так, в принципе, тоже проблем особо нету, рейка такая надежная, в принципе, ничего. Еще была проблема у многих машин, вот, записая трапецию, который соединяет под дворником, ну, это легко лечится, снимает, это пластиковая защита, там все, ВД-шка находится, без проблем. Тормоза у этой машины, откровенно говоря, хуевые, потому что здесь сзади, как вы видите, барабаны, со временем автоподвод с задних колодок не работает, то есть, забивается грязью, там, постоянно надо подтягивать ручку, не положить задние тормоза. Вот, конкретно на этой машине тоже такое ощущение, что тормозит только переток. Ну, давайте уже тогда сядем в салон, сейчас по салону расскажу. Так, по салону давайте расскажу. Ну, отделка тут, как бы, как и во всех автомобилях такого бюджетного класса, здесь, конечно, оставлять желать лучшего. Вот эта вот ткань, как бы, такая тоже своеобразная, блин, сколько обзоров не смотрел, вот, блин, все говорят, ну, просто можно было черную, либо, не знаю, какую-то ткань одноцветную, то есть, поставить. Сидушки тоже вот отделаны такой же вот френей, какой-то вот крапинка такая разноцветная. Ну, боковая поддержка есть вроде, но она, как бы, не очень держит тебя. У нас автомобиль, то есть, не в самой плохой комплектации, это вторая, по-моему, да, да, МТ-2 называется. В третьей комплектации уже шел АБС, который тоже, там, как бы, работал не очень хорошо. Плюс подушка безопасная, здесь у нас без подушки. Руль обычный, то есть, вот это пластиковый, то есть, вот, задирается. Ну, у машины пробег 300 тысяч, вот, как бы, до дырок он еще пока не стерся. У нас бы на тазиках, по-любому, он стерся бы уже. Все стеклоподъемники, вот здесь управление, где вот машина уже пробег не маленький, все стеклоподъемники работают. Электрорегулировка, зеркалка. Тут отделка потолка тоже, как бы, такой. Ну, кстати, мягенький пластик. Ничего. Плафон освещения вынесен, вот, как бы, на центр салона. Так, магнитолы в комплектации здесь аудиосистемы не ставилось, конечно же. Здесь уже установлена такая, уже покупалась дополнительно. Ну, кнопки, то есть, вот, регулировки печки. Здесь вот температура, то есть, направление. Ну, тоже вот дешевый такой, пластички. Здесь вот подстаканники. Вот уже сломаны. Кнопка кондера, кондер работает, все без проблем. Тут прикуриватель. Здесь всякое, можно положить что-то. Ручник. То есть, тоже я говорил, что который надо постоянно подтягивать. Сцепление. О, машина гидравлическая. То есть, есть рабочий и главный цилиндр сцепления. Передачи все мягко включаются, то есть, без проблем. Рычаг удобный. Торпеда, пластик тоже большой, то есть, вот, жесткий он. То есть, не прикидывается ничего. Здесь на этой машине уже вот, как бы, торпеда чуть прогорела. Здесь ковриком закрыли. И, как я говорил, вот, торпеда, как бы, она не длинная такая, вот, сама по себе короткая. То есть, лобовуха находится близко. Так, а что еще не сказал? Ну, давайте бардачок. Посмотрим. Обычный бардачок, то есть, без всяких там. Такие дела. Ну, давайте тогда уже. Сзади, ну, места как бы мало, откровенно говоря. Не буду даже садиться. Давайте багажник вам. С кнопки открываются вот здесь, кстати, как и лючок бензобака вот здесь вот. Давайте посмотрим. Так, по багажнику. Ну, вот такой багажник, то есть, не большой, не маленький, в принципе, но для седана нормальный. Здесь у нас есть полноразмерная запаска. Можно еще кучу всего положить, тут столько места, то есть, без проблем, здесь с этим нет проблем вообще. Ну что, поехали, скатнемся уже тогда на машине. Посмотрим, как она в движении. Сцепление, как я говорил, мягкое. То есть, без проблем втыкается. Вот, кстати, если будете смотреть акцент, вот здесь немножко, как бы, закусывает гидроусилитель. Здесь, наверное, нужно доминать. Ну, передачи, то есть, включаются без проблем. Кочки проходят мягко. Вторую сейчас включаю. Ну, вот, как я и говорил, вот здесь при езде, здесь вот торпеды, то есть, сверчки, то есть, небольшие, вот где-то, непонятно, где они там появляются. Ну, пробег у машины тоже не маленький, 30000, это надо учитывать. Сейчас вот в кочку уеду. Мягко машина проходит все неровности, без проблем. И подрывается прям вот с 1000, с 1200, где-то уже вот у нее есть крутящий момент, так нормально. Машина подрывается. Тормоза, не очень тормоза здесь, как я говорил, надо постоянно вот задний регулировать, то есть, это проблема у всех акцентов. Вот какая-то вибрация тоже есть. Давайте сейчас вот напрямую чуть-то разгонимся на нем. Больше 3000 смысла нет. Движок крутит до трех, в принципе, после трех он уже плохо крутится. Вот так, в принципе, мягко едет. Вот рулем я поворачиваю, машина реагирует к запозданию. Ну, это из-за того, что подвеска мягкая. Вот в 80 едем. Ну и по трассе, в принципе, автомобиль комфортный. Комфортный. То есть, едет мягко. Можно включить кондиционер, музыку. Спокойненько ехать, наверное, куда-то. Межгород. Одометр, кстати, здесь аналоговый. Ну, уже, по-моему, наверное, с 2009 стали ставить уже... Коробка мне нравится. С коробкой тоже особо проблем тут нет. Какая-то надежная розпаточная коробка. Движок после трех тычек. Я уже говорил, как раз смысла нету крутить. Ну, третий сейчас, возможно, не ошибается. Я долго искал вот на этот двигатель график момента. То есть, посмотрите, эластичность, как он вообще не нашел. Если у кого-то есть, скиньте, я не знаю, там, либо на e-mail, либо в комментариях напишите, где можно найти. Я весь интернет перерыл, то есть, не нашел. Именно график крутящего момента, там, лошадин и все. Обычно на все двигатели популярные есть, а вот на этот почему-то и не нашел. Ну, где-то вот в конце тоже тормоза появляются. Нету такого, что вот нельзя дозировать, то есть, педаль тормоза. Сейчас мы проедем, трамвай не задает нас. Давайте еще кружок вот по неровной дороге сделаем. Ну, проглатывает она неровности, то есть, подвеска очень мягкая. А, тут дорогу у нас залатали. Сейчас вот тут справа, наверное. Что, бабуля давить будем? Бабуля прямо на дороге встала вообще на бетоне. Да, про шум коробки я еще не сказал. Действительно, вот здесь вот она воет при сборе скорости, ну, наверное, чуть поменьше, чем вот наши тазовские коробки. Действительно, есть такой гул, напрягает он. Ну, что вы хотите, машина, то есть, бюджетная, реально. Недорогая бюджетная наматка. Ну, что, покатались мы на ней. Тут у нас вот дорогу залатали буквально на дня. Попочка не получится. Вот еще одна бабушка. Вот какая-то вибрация есть, непонятно. Но это все тоже пробег уже дает свое. 300 тысяч машина прошла, это немало. И причем движок ни разу не капиталялся. Так, ну что, давайте подведем итог на машине. Вот такая вот, в принципе, недорогая иномарка. Она на вторичке вот такого угодно машина стоит по 200 тысяч. В принципе, недорогая в обслуживании. Дешевая такая иномарочка с минимальным комфортом, то есть, да. Ну, по подвеске, как бы, я хочу сказать, да, то, что реально мягкая подвеска. То есть, для наших дорог вот как раз то, что надо. Конечно, да, управляемость так себе, но подвеска вот именно для наших дорог нормальная. По клирусу тоже, в принципе, наверное, по городу, по нашим ямам тоже нигде особо не будете цеплять. Весок спереди, сзади хватает. Запчасти стоят, то есть, копейки, как я говорил, да, то есть, все. Если за машиной, то есть, ухаживают, в принципе, особых хлопот она не будет доставлять. Движок тоже более-менее надежный, вот, как бы, ходят они очень долго. Масло тоже, в принципе, не берут, то есть, без проблем. Вот такая вот типа иномарочка. Уже сейчас ее, конечно, не выпускают. Мы и так выпускали уже 10 лет. За место нее сейчас уже делают Hyundai Solaris. То есть, они уже не стали называть, да, машину, то есть, акцент. Потому что за ним уже, вот, за акцентом, так вот, закрепилась репутация такой дешевой, то есть, машины. Они не стали, вот, то есть, называть так же машину. Вот сейчас Solaris уже делают. Ну, Solaris, может, тоже у нас будет в обзоре уже в дальнейшем. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки обязательно, пишите комментарии. Всем пока, увидимся уже.